Добрый день, уважаемые радиослушатели! У микрофона Дмитрий Бак. В эфире очередной выпуск программы «Основной состав». У неё такое спортивное, азартное название, потому что она посвящена чему-то очень подвижному, разнообразному, пёстрому. Литературе, конечно, как вы помните, во всех её проявлениях мы с вами говорим в эфире программы «Основной состав» о выставочных проектах, посвященных литературе, о фестивальных проектах, о литературных конкурсах и премиях, о работе толстых журналов, издательств, о литературных профессиях. Это могут быть и редакторы, и издатели, и литературные агенты, конечно же, сами поэты и прозаики. И сегодня у нас, как это обычно бывает, я это часто говорю, совершенно особенный выпуск, потому что мы говорим о целом комплексе проектов, которые связывают две довольно известные институции. На первом месте я бы назвал Международный зимний фестиваль искусств, который уже в 15-й раз прошёл в городе Сочи в феврале. Это фестиваль Юрия Башмета, так его иногда называют, потому что Юрий Абрамович Башмет – инициатор проведения этого фестиваля. А вторая институция – это Государственный музей истории российской литературы имени Владимира Ивановича Даля, который уже несколько лет сотрудничает с фестивалем Башмета. Ну вот, в связи с проектами музея в рамках фестиваля, мы будем с вами сегодня говорить с двумя замечательными гостями, вернее, гостьями. Это поэт, прозаик, соист, переводчик Анна Аркатова. Аня, здравствуй. Мы будем на «ты», как и в жизни. Да, у нас так принято. И заместитель директора музея истории российской литературы имени Владимира Ивановича Даля – Наталья Васильевна Попанова. Здравствуйте, Наталья Васильевна. С вами тоже будем как в жизни. Сотрудничество музея и фестиваля началось уже пять лет назад. Даже чуть больше. Даже больше. Шесть. Шесть лет назад, можно так сказать. И как всё начиналось? Каким образом всё возникло? Об этом несколько слов скажите, пожалуйста. Я думаю, эта идея, ну, очень правильная идея в рамках фестиваля. Фестиваль классической музыки Юрия Абрамовича Башмета, он такой фестиваль многофункциональный. Он связывает и литературу, и музыку, и музейные институции, театр. Чему же эта выставка была посвящена? Каким образом здесь связывались музыка и литература? Ну, как правило, в основе идеи лежит какое-то музыкальное произведение, которое представляется в рамках фестиваля. И мы уже как литература, литература и музыка всегда идут рядом, всегда дополняют друг друга. Мы представляли такое визуальное искусство, графику. Действительно, это была прекрасная выставка, самое начало нашей работы. И по предложению Дмитрия Гринченко, который стал нашим большим другом и партнёром за это время, мы подготовили выставку о Джорджи Гордоне Байроне, о одном из отцов английского романтизма. И мы прекрасно знаем, что Байрон дебютировал в 1812 году поэмой, которая в русском переводе называется «Паломничество Чайльд Гарольда». Вот как раз наша выставка дополняла музыкальные премьеры, которые были в то время в программе этого фестиваля. Но ведь не только выставки, они идут каждый год. Но есть ещё какие-то программы, Наталья Васильевна? Да, безусловно, мы дополняем фестиваль ещё и интерактивными детскими программами, что даёт возможность школьникам города Сочи, Краснодарского края посетить не только театр, не только театральные постановки, но и на базе нашей выставочной экспозиции, увидеть какие-то интересные программы наших московских экскурсоводов. Разрабатывают эти программы сотрудники нашего музея, сотрудники экскурсионного отдела. Я знаю, что очень многие просто стремятся попасть на эти занятия. Да, я видел это. Да, целый конкурс, запись. Действительно, очень разнообразно здесь наше сотрудничество. Это и прямые выходы в эфир в Москву, всегда идут динамичные отчёты о фестивале. Ну, я могу сказать, что и Аз Многогрешный, как это когда-то принято было говорить, тоже в этом принимал участие. В прошлом году, например, я прочёл лекцию о том, как Иван Сергеевич Тургенев правил стихи Афанасия Афанасия Фета. И она тоже привлекла внимание. Я думал, что никто не придёт на эту лекцию, потому что, казалось бы, это всё происходило 150 лет назад. Кому это может быть интересно? Как там на самом деле было былое стремление далёко как отблеск вечерний или далёко как выстрел вечерний? Но после нашего часового разговора уже все, кто был в аудитории, угадали, что, конечно, отблеск вечерний – это такой точный прямолинейный Тургенев. Да, отблеск – это то, что можно увидеть. А вечерний выстрел – это фет, потому что выстрел непонятно далеко или близко, он разносится иначе. Ну, вот такой был тоже пример. А в этом году у нас тоже была выставка… А в этом году выставка к 200-летию Фёдора Михайловича Достоевского. Она называлась «Достоевский в кругу своих героев». В этом году наша выставка была приурочена к показу спектакля Сергея Гармаша по повести Фёдора Достоевского «Кроткая». Это произведение довольно часто привлекает внимание режиссёров, актёров, но по-особому она звучала, конечно, в Сочи зимой 1922 года. И наша выставка тоже соответствовала этим вот таким скрытым и явным обертонам, которые сопровождали восприятие этого спектакля. А кто был кураторами, как была построена выставка? Она была очень необычная. Там же не было подлинных предметов, правильно? Да, выставка действительно была очень необычная. Она состояла из десяти художественных инсталляций, выполненных по иллюстрациям к произведениям Фёдора Михайловича Достоевского. Авторы этих инсталляций – наши художники, сотрудник нашего музея Маруся Петровская и Кирилл Петровский. Это театральный художник. Понятно. Но это были очень необычные такие силуэты из такого бумажного, картонного материала, которые как бы варьировали привычное. Да-да-да. Эти инсталляции напоминали немного детские книги. Вот помните, в детстве такие 3D-раскладки, 3D-книги, сказки. И действительно, сочинцы говорили нам о том, что вот такой материал и такая подача иллюстраций впервые им встречается. Мы использовали очень плотный ячеистый картон, вырубку, компьютерная техника здесь помогала, специальные станки. И силуэты, иллюстрации, силуэты героев были вырезаны. И таким образом создавались атмосферные фотозоны, ну, как будто бы такие ширмы для спектаклей, декорации спектаклей. Как будто бы посетитель находился внутри мира Достоевского. Даже не внутри спектакля, мне кажется, да, а именно внутри тех произведений, которым посвящены иллюстрации. Действительно, посетитель как будто попадал в круг героя Фёдора Михайловича Достоевского. Ну, вот наши другие выставки тоже были посвящены этой теме. Я ещё раз повторю, что за прошлый год мы сделали очень много выставок в Государственном музее истории российской литературы. Представил две главные выставки. Одна из них была в Москве, называлась «Достоевские сильные впечатления». Это фраза Фёдора Михайловича, чтобы написать роман, нужно запастись одним или несколькими сильными впечатлениями. Без этого никакой замысел не оживёт. Это была огромная выставка, 15 больших залов. Ну и вторая наша тоже очень важная выставка была открыта в Милане, в доме Александро Мандони, наискосок напротив театра «Ла Скала». Эта выставка тоже была приурочена к юбилею. Но были и выставки, которые не содержали подлинных реликвий. Когда мы говорили нашим посетителям, что вот этим пёрышком написан последняя часть романа «Братья Карамазовы», то больше ничего не надо было прибавлять, естественно. Уже человек, подходящий к этой витринке, понимает, с чем он имеет дело. А были выставки, которые, конечно, устраивались иначе. Там не было подлинных предметов. И одна из самых удачных – это сочинская выставка, объёмная, парадоксальная. Мне запомнился там силуэт Михаила Шемякина, то есть как будто бы напоминающий не только иллюстрацию, но и самого автора. Это не случайно, потому что в нашем вновь открытом отделе под названием «Московский дом Достоевского» целый огромный зал, инсталляция по роману «Преступление и наказание» выполнена всемирно знаменитым художником и не только искусствоведом, педагогом. И много ещё профессий можно было перечислять Михаилом Шемякиным, большим другом нашего музея. Я надеюсь, что этим наше сотрудничество в выставочной области не завершится. Есть ли какие-нибудь планы? Говорили мы с Дмитрием Владимировичем на следующий год или пока рано? Пока ещё планы мы не строили, но, безусловно, наше участие будет обязательным. Это уже такая старая добрая традиция. Мы занимаем, как правило, большой фойе Зимнего театра и сопровождаем обязательно каждую выставку мероприятиями. Это прекрасно. Я думаю, что эта традиция продолжится. Кстати, мы знаем, что и в Москве уже не первый год есть мероприятие этого же фестиваля. Его выездное отделение, условно говоря. Московский фестиваль, где мы тоже представляем выставки. Это очень хорошее сотрудничество такого театрального, музыкального сообщества и музеев. Понятно. Ну, вообще-то, сейчас мы говорили о детских программах, о выставках, о лекциях и так далее, о доблестах, о подвигах, о славе. А сейчас переходим к самому главному. Потому что все-таки не в обиду нашим прекрасным экспозиционерам, но гвоздем нашей программы в Сочи уже не первый год является другой проект, с которого, в общем, все и начиналось. Вообще-то говоря, не только с Байрона, не только с Чайльд Гарольда, но и с проекта, который был назван «Турнир поэтов». И как раз Анна Аркатова, которую я представил как поэта-празаика, любимый очень мною поэта. Анна Аркатова дважды победитель турнира поэтов. Ань, а в чем суть вот этих выступлений? Это ведь не просто выступление поэтов перед зрителями. Там же есть своя изюминка в связи с музыкой, как это все выглядит. Да, этот турнир поэтов был необычен тем, что было предложено такое сотрудничество с музыкальной частью, с основной частью этого фестиваля. А как это воплотить? И идея состояла в том, чтобы молодые композиторы, которые тоже проходят там мастер-классы и участвуют во всяких проектах во время фестиваля, попробовали написать музыку на наши тексты, на тексты поэтов, нас, участников этого турнира, который мы предлагаем им заранее. Ну, предлагаем им заранее, но на самом деле получается, что пишется это... Работа идет уже там, прямо в Сочи. Работа идет уже там, и в последние два дня мы интенсивно встречаемся с композиторами, репетируем, обсуждаем. Это всегда открытие, это и для меня был какой-то свежий опыт. И главное, что это ужасно необычное прочтение твоего собственного текста и отражение его вот в такой звуковой модуляции. На другом языке, в общем. Фактически на другом языке другого искусства. Он обретает какое-то... Даже в понимании самого композитора, которые там не всегда близки, прямо скажем так, к поэзии как таковой, но их интерпретация, она на самом деле дает тебе какие-то понимания смыслов, которые ты даже не подозревал. Вот я только это хотел спросить. То есть даже, наверное, сам открываешь что-то новое. Я не бывал никогда в этой роли. Да-да-да, правда. Вообще-то я противник мелодикламации. Я даже противник того, когда читают не свои стихи. Я даже очень тяжело отношусь к актерскому чтению. К такому акцентированному. Потом это усиление каким-то музыкальным сопровождением. Вот это вот всё, я считаю, что поэзия... Казалось бы. Казалось бы, да, живёт там лучше всего, когда она у тебя перед глазами. Ну или, во всяком случае, в прочтении автора. А здесь, не знаю, как для зрителей, но, по-моему, это тоже имело такой эффект. Но я... Да, это было довольно интересно. Это происходили настоящие, особенно вот на последнем фестивале. Это уже целые спектакли были. В первый год мы были немножко так... С появлениями, прохождениями, с движениями. С движениями, не такие статичные, да. Были даже записи не только одного инструмента, а сопровождение. Там трио или кто-то вживую, значит, аккомпанировал. И ещё дали дорожку записываться. Да, ещё дали, да. До этого были записаны ансамбли. Да, это было очень по-настоящему театрально. Но важно ещё, чтобы наши слушатели поняли, что это были не песни на стихии. Это были не песни. Совсем нет. Совсем нет. Потому что это крайне опасная история. Далеко не всегда там Арсений Тарковский, которого поёт известная украинская певица, превращается во что-то страшное. Чего было минимум в этом музыкальных этих опытах, так это гармония. Это было скорее. Это как раз не опасно ли? С одной стороны, прекрасно, что это не были такие песенки, упрощающие смысл. Только-только-только этого мало. А у Арсения Александровича жизнь брала под крыло, берегла, спасала. Всё горело, светло. Только этого мало. Боже мой, там получается, как будто ты в университет входишь и говоришь мало-мало. Нет, не было никакой вульгаризации, а наоборот была именно драматизация текста. И много авангарда там. Много авангарда, модернизма. В предыдущем, позапрошлом году, когда я посчастливилась первый раз мне выиграть этот турнир, у меня были дорожные песни, такой цикл у меня есть, которые сопровождались. Причём, когда я ехала на репетицию, мне мой композитор пишет сообщение. А на вас по дороге не будет спортивного магазина. Боже мой, что нужно в спортивном магазине? Ну или киоско какого-нибудь, где можно купить свисток. Свисток – это прекрасно. Очень мелодично. Свисток бы не купили, но сопровождали таким шумовым инструментом, шар такой с перекатывающимся звуком. Перкуссия. Да, который должен был обозначать гудок паровоза и движение поезда. А как выбираются композиторы? Вам предлагают каких-то пяти? Нет, это композиторы выбирают нас. Композиторы выбирают пяти? Да, потому что они получают тексты. А вы можете сказать нет? Ну, можем, но поскольку мы уже в таком дедвайне к этому моменту, что это совершенно бессмысленные метания. А в этом году был беспрецедентный случай у нас одного автора, вот Санжара Янышева, на него претендовало сразу два композитора. И мало того претендовало, каждый написал своё произведение. Вот какая бывает, да, не то чтобы популярность, а отклик какой. Коллизия, попросту говоря. Целая коллизия. Но я хочу сказать, что музыка – это не только музыкальное сопровождение. В первом турнире было очень сложное условие зашифровать в тексте музыкальное произведение или композитора. Потом от этого мы отказались, но изначально, действительно, предлагалось каждому поэту прочесть стихотворения, в котором прямо или косвенно обозначается, или не упоминается, конечно, какое-то конкретное музыкальное произведение или композитор. Ну, из зрительного зала спрашивали, а кто это? Кто это, да. В общем, сначала поэты… Мы заранее получили это задание, конечно. Сначала все расстроились. Кто-то отказывался. Что это значит? Мы не дети, там какие-то шарады. А я восприняла это как вызов, потому что это оказалось очень интересной работой, очень такой как-то заставляющей пошевелить. В общем, написала я не одно, а, по-моему, пять стихотворений я зашифровала. Да, это было эффектно не только с точки зрения автора и, наверное, композитора, но и с точки зрения зрителя. Ну, не только даже, я говорю, от имени зрителя, а от имени члена жюри, потому что есть три человека, которые выставляют оценки. Я почти все годы все это слышал, и это было очень эффектно. Может быть, ты что-нибудь прочтешь из того, что было там или нет? В первом туре вот было прочитано это стихотворение. Ничего так не штырило, Боже мой, Боже мой, Как свидание Штирлица В элефанте с женой. Вот сидят они, бедные, Между ними страна, Он, уставший разведывать, И она, как струна. Вот их крестики-нолики Никому не видны, И дрожащие столики Между ними, как львы. Но какая-то Индия На легчайших слонах Возвращает им видимость Вместо звука в словах, Раздвигает им надолбы Межпланетных интриг. Кстати, слово «ненадолго» Мы узнали от них. Чьи не трескались креслица Под таким-то катком? Стыли слезы совместные, Каменел в горле ком. А когда берег ласковый Расцарапывал дно, Мы смеялись над плаксами В черно-белом кино. А когда сизым облаком Растворимся, как факт, К нам придут еще с обыском В ресторан элефант. Прекрасные стихи. Здесь же есть синтез искусства в другом плане. Там прочитывается Роберт Рождественский. Это знаменитая песня. Ну, кто ее не знает, я думаю, что наши зрители, наши слушатели. Просто условия первого тура – Это отсылка стихотворения к какому-то роду, виду искусства. Я прошу хоть ненадолго, боль моя, те, кто знает. Ну, вот такое стихотворение там прозвучало. Ну, что еще осталось сказать? Ну, например, можно назвать имена тех, кто в этом году участвовали. Это был финал финалов, потому что там были победители прошлых лет. Наряду с Анной Аркатовой в конкурсе, в турнире поэтов нынешнего года участвовали Александр Переверзин, Юлий Гуголев и Санжар Янышев. Прекрасные поэты были и другие. И еще буквально пару слов о школе поэтов. Она не сразу, не с первого года появилась, но мы с дирекцией фестиваля решили, что раз есть школа молодых композиторов, которые там мастер-классы слушают, то надо организовать и школу поэтов. Да, и в итоге турнир последние годы как раз это был финал наших занятий трехдневных в зимней школе поэтов, которые собирала молодых авторов со всей страны. И такая была счастливая возможность им пообщаться, повидаться с мастерами. Каждый семинар вели два мастера. Всего их было четыре. И там по десять человек в семинаре. Ну, в общем, такая хорошая была компания. И очень плодотворная, и дружелюбная обстановка. И выпускники школы потом уже выступают. Выпускники школы, да, они выступают. Во-первых, они участвуют в этом, не в турнире, а просто как бы в этом выступлении нашем финальном, там, которых мы выбираем из семинара. А в этом году и выпускники вот этой школы, зимней школы поэтов, участники прошлых лет, стали уже сами мастерами, которые вели семинары наряду с, так сказать, более старшим поколением. Вот такая обширная программа взаимодействия Международного зимнего фестиваля искусств Юрия Башмета и Музея истории российской литературы имени Владимира Ивановича Дали. Это лекции, детские программы, выставки. И вот эти два проекта, связанных с поэзией. Турнир поэтов и Школа поэтов. Вот так мы работаем под лозунгом синтеза искусств. Я думаю, что на эти темы мы еще не раз в нашем эфире сумеем поговорить с сегодняшними нашими гостями. Это Наталья Васильевна Попанова, заместитель директора нашего музея. Спасибо, Наталья Васильевна, что вы были с нами. Спасибо за приглашение. И замечательный поэт Анна Аркатова. Спасибо, Анечка. Спасибо. Надеюсь, еще раз увидимся в эфире. Слушайте «Радиокультура» программу «Основной состав». Продолжение следует...